А если вот этот променад поменять местами сюда, а дорожку делать сюда, то есть максимально променад сдвинуть с домами. Ну, коллеги, мы же проговорили, давайте мы выберем два варианта и люди выберут. У меня вопрос, в общем, если вы считаете, а тут хотите внимательно смотреть, да, допустим, на будущее вы хотите здесь площадки, значит, надо и деревья выбирать. То есть, если, например, оставлять и покупать здесь, то есть, что можно. Прежде чем начинать работы, мы приняли такое решение совместно, чтобы, скажем так, все проекты, которые на сегодняшний день разрабатываются по этим скверам, они были максимально приближены, во-первых, с точки зрения ресурсоснабжающих организаций, чтобы мы не ставили те или иные площадки на сетях. И второе, максимально удовлетворяли именно жителям. Поэтому вот договорились таким образом, что мы будем выезжать на все 10 скверов, абсолютно на все, приглашать ресурсоснабжающие организации, УКСИР, комитет по управлению имуществом. У нас здесь ТОСы, общественность. То есть, с точки зрения озеленения, у нас здесь народная роща, у нас здесь кафедра биологии ЧГУ. И сегодня мы постараемся вот на этом месте, на этом сквере прорисовать вот тот сквер, который у нас, ну, который мы хотим. Так, чтобы он максимально удовлетворял всем нашим потребностям. Музыка. 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 Вот они стоят, например, березки молодые в центре. Как-то их можно все-таки оставить? Мы сегодня по первому скверу договорились о том, что мы вообще перерисуем план. А вот здесь мы договорились посмотреть на необходимость такого количества дорожек, которые предложены на текущем плане в пользу зеленой растительности. Зажиктинский район, безусловно, один из самых в этом плане обиженных районов. Поэтому очень внимательно на это смотрят, смотрят на те деревья, которые можно сохранить, на то, что будут сажать, очень внимательно смотрят. И еще очень здорово, что люди большое внимание уделяют, допустим, велодорожкам. Это говорит о том, что мы действительно меняемся, что совершенно другие потребности возникают, новые. И еще очень здорово, что мы видим неравнодушие людей. На самом деле ничего, кроме уважения, такая позиция не вызывает, потому что это все наш дом, мы, собственно говоря, здесь живем. И я очень надеюсь, что такие обсуждения, какими бы подчас жесткими они ни были, они все-таки конструктивные. И вот они нам не дадут тех ошибок, которые были раньше, когда мы делали, переделывали, снова вскрывали асфальт, что-то закапывали. Но, в общем-то, для этого мы и начали обсуждение так рано. Субтитры создавал DimaTorzok